Евгений Куйвышев дал ряд поручений областному правительству, выполнение которых способствует развитию Артёмовского. Они, в частности, связаны с реализацией инвестиционных проектов местных предприятий и решением конкретных социальных вопросов, волнующих жителей муниципалитета. Глава региона посетил городской округ с рабочим визитом. Первым пунктом в программе в Рио-губернатор Свердловской области стал машиностроительный завод «Винпром». В своем роде это уникальное предприятие, выпускающее вентиляторы главного проветривания для горнодобывающей промышленности и метрополитенов, которые пользуются повышенным вниманием у ведущих компаний России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Некоторое время назад успешно развивающееся предприятие оказалось на грани закрытия из-за конфликта собственников. Работающие на нем жители Артёмовского оказались под угрозой увольнения. Ситуацию под контроль взял губернатор Евгений Куйвышев. После вмешательства областных властей конфликт был урегулирован. Завод продолжает стабильно работать. В рамках визита главы региона на Артёмовский машиностроительный завод, первый заместитель генерального директора предприятия Павел Вяткин поблагодарил Евгения Куйвышева за внимание к предприятию, от успешного функционирования которого напрямую зависит благосостояние жителей муниципалитета. Он показал главе региона всецеха Винпрома и рассказал о планах по развитию машиностроительного завода. В частности, речь шла об укреплении сотрудничества предприятия со Ставропольским краем и расширении линейки выпускаемой продукции. Глава региона дал поручение областному Минпрому вместе с руководством завода, проработать вопрос о создании производства подшипников на базе Винпрома. Предполагается, что реализация этого плана не просто позволит диверсифицировать производство предприятия, но даст новые рабочие места для свердловчан. В рамках визита в Артёмовский Евгений Куйвышев также посетил площадку сервисного локомотивного депо Артёмовский. Это предприятие входит в одно из структурных подразделений холдинга «Синара» – транспортные машины. Руководством российских железных дорог и «Синары» оно определено базовым депо по сервисному обслуживанию газомоторных локомотивов. Например, в 2014 году сюда на полный сервис был принят газотурбовоз Андрей Первозванный, ТЭМ-19001, эксплуатирующийся на станции Егоршина. За время своей работы он перевез около 134 тысяч вагонов, массой более 6 миллионов тонн. В депо-делегацию во главе с временно исполняющим обязанности губернатора встретил первый замначальника Свердловской железной дороги Валентин Искоростенский. Губернатору продемонстрировали газотурбовозы, работающие на сжиженном природном газе, которые обслуживаются на этом участке. Евгений Куевышев Увиденным остался удовлетворен. По его словам, он как раз накануне встречался с президентом ОАО РЖД Олегом Белозеровым и обсуждал возрождение старого проекта корпорации «Уралпромышленный», «Уралполярный», по строительству медианного пути полуночная Апская, где техника могла бы пригодиться. В низких температурах как он будет себя вести? Как думаете? Так же точно, как и при высоких, то есть у него? Просто там по северному широтному ходу вопрос-то решили уже, я так понимаю. Да, значит. Ну, я вам скажу, значит, мы проговаривали с ним Апская полуночная, вот этот проект. Уверен, что они там в обычных себя условиях поведут, а как вот в таких морозах крепких, там до 60 градусов, ну, открою некоторые секреты. Эта прошедшая зима была, значит, очень суровая и сложная. Значит, и некоторые экземпляры у нас давали сбои, особенно на Сургут-Карачаево, поэтому мы, значит, нашли замену, правда, в другом, значит, типа локомотивов. И если на Сургуте и в сторону Карачаева практически все предприятия остановились по низким температурам, это было две недели 58, то железная дорога, учитывая подвоз и вахтовый метод подвоза пассажиров, у нас полностью, значит, не было остановки, за что были отмечены, значит, и компания. Молодцы. Евгений Куйвышев по достоинству оценил технические возможности ремонтного депо, но еще большее внимание он уделил высокой квалификации работников предприятия. Я, конечно же, хочу вас поблагодарить и поздравить с наступающим праздником. Это всеобщий наш праздник. И я уверен, что подавляющее большинство наших земляков, кто работает на промышленность, работает на железнодорожное машиностроение, разделяет. Мои слава и благодарности вам за ту работу, которую вы сегодня ведете. Евгений Куйвышев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником и вручил им благодарственные письма. В рамках встречи с коллективом депо и общественностью Артемовского были подняты особо волнующие вопросы жителей города. В частности, речь шла об организации работы артемовских учреждений сферы здравоохранения и судьбе недостроенной городской больницы. Так, председатель Совета ветеранов локомотивного депо решился сообщить губернатору, что в Артемовском больных с инсультами и инфарктами отвозят Вербит и Алапаевск за несколько десятков километров. И то, что в городе уже несколько десятилетий стоит без дела недостроенная больница. В настоящее время у нас больных с инсультами возят в Вербит. Хотя вот по всем медицинским комонам, по-моему, должны оказывать помощь медицинскую как можно быстрее. И, конечно, такой больной должен быть в состоянии покоя. А не трясти его от 60 километров, 90 километров. Медицинские работники у нас объясняют это тем, что нет у нас оборудования такого больницы в городе, чтобы лечить и восстанавливать таким больным. Были случаи, что людей даже не довозили до этих городов. И второй вопрос. По нашей полученной больнице недостроенной, конечно, вы об этом знаете. Люди раньше ходили и говорили, когда достроят эту больницу. А сейчас говорят, что будет с этим зданием. Проблему с перевозкой больных Евгений Куйвышев объяснил отсутствием томографа. Что касается томографа, вы о томографе говорите, наверное, да? Я вам скажу, что 5 лет назад, еще 5 лет назад, у нас был один-единственный томограф в городе Екатеринбург. Значит, сегодня в каждом управленческом округе и не по одному эти томографы есть. Если раньше на обследование и сделать резонансную томографию можно было ехать в Екатеринбург и ждать месяцами, то сегодня, приехав в один из межмуниципальных центров, эту томографию сделать можно будет. Безусловно, людей волнует, не волнует сегодня и вас. Спасибо за этот вопрос. Я обязательно этот вопрос поставлю перед Министерством здравоохранения. Это оборудование очень дорогостоящее и не каждый умеет на нем действительно работать. А что касается оказания первичной медицинской помощи, то я вас уверяю, что и местная поликлиника, и местные медицинские учреждения не просто обязаны, они оказывают первую медицинскую помощь. А что касается случаев, я, например, таких случаев не знаю. Я думаю, что это... Если есть такие случаи по поводу того, что не довезли больного с инсультом, я, конечно же, должен об этом знать. Но я сейчас приеду, обязательно проведу совещание, узнаю. Что касается строительства поликлиники, я вам скажу, что хорошо, что вы его задали. Я обязательно проведу соответствующие беседы с руководством здравоохранения нашего. И понятным образом будет принято решение. Несмотря на то, что главу региона ждали в соседнем реже, Евгений Куйвышев изменил маршрут визита и решил лично взглянуть на недострой. Во время обхода глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов заверил губернатора, что коробка, каркас здания стоит хорошо, коммуникации подведены. Но что именно с этим делать, ему непонятно. В ближайшее время для главы региона должны подготовить предложение. Что сделать с этим зданием? Будет обсуждаться целесообразность ее строительства, потребность муниципалитета и ее актуальность. Евгений Куйвышев поручил Минздраву региона оперативно разобраться со всеми вопросами. Продолжение следует...